Продолжаем программу «Новое утро» и в гостях в нашей студии наш постоянный гость Максим Багаев, IT-эксперт. Доброе утро! Доброе утро! Максим, почему вообще госуслуги пытаются... А мы сказали тем? Нет! Мы не сказали тем? Ну ты ее скажешь? Я скажу. Мы сегодня говорим о том, как защитить свои профили на госуслугах. Так вот, зачем их кто-то пытается все время сломать? Это наш паспорт. То есть никого, например, не надо убеждать в том, что не надо идти по улице, раскидывать, бросать паспорт, кинуть его на пол или высыпать несколько своих кредитных карт или в конце концов кому-то сообщить три цифры с другой стороны и так далее. То есть там какому-нибудь тюрьмобанку. Но про госуслуги люди не понимают. То есть мы живем совсем в другой реальности, чем жили, например, в 2005 году. И самыми лучшими, самыми квалифицированными пользователями госуслуг традиционно являются мошенники. То есть если этих людей ловить и, например, поручать им обучение вообще всем возможностям госуслуг, то есть сделать, например, программу, ходить по школам и так далее, то есть эти люди расскажут столько такого, о чем люди не догадываются. То есть фактически у нас есть для людей, они воспринимают госуслуги, это некая государственная почта. Куда я захожу, могу посмотреть там какие-нибудь выплаты, штрафы посмотреть. Через некоторое время люди поняли, что можно там оформлять какие-нибудь заявки, смотреть. Ну то есть в принципе не ходить как бы в госорганы, а делать все это удаленно. Но они не понимают, что госуслуги фактически это наш электронный паспорт уже. То есть у нас нет еще как бы законодательно не утверждено, но вообще госуслуги это и есть самый как бы, это электронное подтверждение нашей личности. Фактически это наш двойник, как у, не знаю, как у Человека-паука. И здесь возникает масса возможностей. То есть, во-первых, мы, если нам звонят и спрашивают по поводу, там, у вас делались сомнительные операции по карте, как бы нужно защитить и так далее, то есть мы можем уже по этому поводу ржать. То есть, ну как бы нужно. Уже сколько раз про это говорили. Да, да, да. Но то, что если идет какая-то, как бы, если идут какие-то вопросы по госуслугам, то есть это может оказаться очень серьезным. У меня коллега попал просто в дурацкую ситуацию, то есть, причем мы до конца не понимаем, как произошел взлом. То есть, две недели назад, то есть, идет спокойно, как бы, звонок, номер неизвестный через WhatsApp. Ну, блин, понятно. Уже подозрительно. Да, не то, что подозрительно. Никакой госорган не будет звонить тебе через, короче, через мессенджер. Да, то есть, и, как бы, и, ну, такой, алло. Они говорят, здравствуйте, у вас там проходят. Не хотели бы, ну, то есть, вы сделали... Вы выиграли в отреи. Нет, вы сделали заявку на смену номера в госуслугах. Он там подтверждает? Он такой, да, подтверждает. Ну, он просто ржет. То есть, ему показалась эта шутка. Вот если, как бы, в аэропорту пошутить про то, что вы везете бомбу, вот это была даже более удачная шутка, чем, короче, как бы, чем, чем сделал. Да какая разница, он сказал просто кому-то по телефону. Да, то есть, ему показалось, что ничего страшного не произошло. И мне. Через две недели, то есть, он пытается, то есть, ну, как бы, воспользоваться госуслугами. Оказывается, что с мобильного приложения он зайти не может. То есть, он звонит, говорят, да, вы знаете, поменялся телефон, поменялась почта. Он начинает смотреть. Короче, во-первых, самым главным, самым главной идеей, которая, как бы, которая есть, если идет звонок, то есть, есть действительно процедура подтверждения по телефону. Мошенники неким образом переправляют. Они, типа, телефон к телефону подносят. Слушай, я вот, вот способ до конца, мы, короче, как бы не поняли. Но прикол такой, то есть, если звонят, как бы, то есть, спрашивают по госуслугам, точно то же самое, что и, короче, с кредитными мошенниками, просто кладите трубку. То есть, ни в коем случае не отвечайте, не подтверждайте, не шутите. То есть, это может очень плохо закончиться. Что с коллегой-то? С коллегой, как бы, с коллегой произошло следующее. То есть, он начинает смотреть, оказывается, что при помощи госуслуг подтверждения, ну, то есть, у нас есть в микрофинансовых организациях, то есть, возможность через профиль госуслуг подтвердить свою личность и получить деньги на карту. Причем, ты указываешь, какой счет и так далее. То есть, у него, ему повезло. То есть, месяц назад он взял ипотеку, у него кредитная нагрузка. Ему не одобрили, да? Ему не одобрили микрокредиты. Но другой наш коллега, у него была точно такая же ситуация, когда у него, у супруги, увели госуслуги, когда они были за рубежом, они приезжают, оказывается, в микрофинансах уже взяли, там, что-то там, 5000 рублей. Он узнал об этом примерно месяца через два, сумма превратилась в 30, штрафы. То есть, у него убили кредитную историю полностью, они идут получать, как бы, очередной кредит, как бы, потому что у них идеальная она всегда. И тут оказывается, что никакая она у них не идеальная, у жены, как бы, кредитная история никакая. То есть, вот просто угон госуслуг ему через, как бы, через оплату услуг адвоката, как бы, сбор информации, то есть, доказательство того, что он не находился в России, он не мог получать этот кредит, у него действительно происходил несанкционированный доступ через госуслуги, он потерял примерно двадцатку. Поэтому первое, как бы, первое... Что делаем? Ни в коем случае голосом ничего никому не говорим? Нет, во-первых, понятно, голосом ничего не подтверждаем. Второй момент. Обязательно, как бы, то есть, вот есть на госуслугах несколько, как бы, несколько вещей, которые повышают безопасность и трудность доступа мошенников многократно. Конечно, первое, это двухфакторная аутентификация. То есть, подключите, что на ваш номер будет приходить смс, то есть, из шести цифр, без ввода которых, как бы, просто, то есть, не войдет. Это первый момент. Второй момент. Заведите сложный, как бы, сложный пароль, фиг с ним, как бы, это понятно, это очевидно. Мне кажется, что... Зайдите в сложный тайный вопрос. То есть, там есть возможность, короче, как бы, да, то есть, никаких кличек животных, девичьих фамилий матери и так далее. Ну, Максим, ну, у вас, например, какой сложный вопрос на госуслугах? Ну, качественный пример. Он очень сложный. Ладно, ладно, Максим. Так, хорошо. Дальше. Обязательно, то есть, это должно быть, как бы, если у вас уже все-таки, вы понимаете, что происходит, произошла смена, то есть, вы находитесь уже в стадии, что у вас либо уже угнали госуслуги, это серьезный портал. Там есть возможность посмотреть, какие действия совершались, то есть, собственно говоря, через профиль госуслуги, какие действия производить. И второй момент, точно так же, мы заходим в профиль, в ваш профиль, в раздел безопасности, видим открытые, активные... А что делать-то? Закрывать. Все, вот просто вы, да. То есть, ваша задача... И менять пароль. Ваша задача следующая. Первое, как бы, быть современным человеком, у которого есть банковское приложение. Дальше. Современным человеком, у которого есть госуслуги. Если госуслуги не заходят сразу же, запускаете банковское приложение из топ-15 банков, там есть такой пункт, который называется регистрация на госуслугах. То есть, это... Да. То есть, пан Саач, у нас очень глубоко интегрированы банковские услуги с госуслугами, то есть, вы можете... Банк точно знает, что вы, это вы. То есть, вы подтвердили уже. Дальше, как бы, то есть, его запрос является приоритетным. И через банковское приложение вы можете поменять и телефон, и адрес электронной почты. На госуслугах. Да, то есть, это не очевидный факт, но просто, чтобы вы знали. Дальше, как бы, после этого, то есть, вам необходимо собрать всю информацию о том, что у вас, короче, как бы, какие телефоны были там указаны, какие адреса электронной почты были указаны, какие были, куда заходили регистрироваться. То есть, примеры тех вещей, которые, как бы, которые делаются. В самом простом случае, то есть, вы просто микрофинансовый кредит, вы потеряете от 20 до 30 косарей, если вы, короче, как бы, просто поймете это через 2-3 месяца. Второй момент более серьезный. То есть, есть возможность посмотреть ваше начисление налогов, как бы, то есть, и видя, что у вас, например, большая белая зарплата, то есть, мошенники делают заявление в налоговую о выплате налогового вычета. То есть, они поделывают документы о том, что вам происходило какое-нибудь лечение зубов, еще что-то, указывают счет, который, блин, там просто, там целая индустрия. Я говорю, мошенники разбираются. Великолепно, да. То есть, происходит платеж, то есть, во-первых, как бы, то есть, вы потом никому не докажете, и во-вторых, как бы, но это, собственно говоря, потом, если вскроется, вы совершили, как бы, не. Ну да, понятно. И третье, электронно-цифровая подпись, это капец. То есть, выпустив ЭЦП от вас, как бы, то есть, можно сделки с недвижимостью, открывать юридические лица, короче, как бы, и так далее. Это капец. Госуслуги, самое важное, что у нас есть, как у гражданина современной страны. Защищайте их по максимуму. Спасибо, Макс. Спасибо большое. Все запомнили, да? Зайдите и сделайте двойную идентификацию.